Он тебя не представится, но вы мне уже представили. Я сегодня буду докладывать о книге Питера Друкера, но перед тем, как перед те книги, небольшие факты жизни Питера. Он американский, вообще он родился в Вене, но потом переехал в Америку. И он является педагогом, он является экономистом, публицистом. И самые его интересные факты из жизни, то, что он написал 39 книг, у него было 19 докторских степеней в разных университетах. В его честь названы очень многие бизнес-школы. Также в 2002 году он награжден президентской медалью свободы. Это высшая награда для гражданских лиц США. Также он превратил менеджмент как в научную дисциплину. И он умер в 95 лет, не даже в 8 лет, всего лишь до 96 лет. О чем, в общем, тема этой книги? Это управление самим собой. Питер Друкер говорит, что одаренные люди и талантливые, они не всегда могут быть эффективными руководителям. Также одаренные люди не всегда понимают, что таланты и способности, это не значит эффективно работать. Можно дальше? Еще дальше. Но Питер Друкер говорит, что эффективности всегда можно научиться. И как этому научиться, какие-то основные моменты он описывает в этой книге. Можно следующие? Первое, что должен делать эффективный руководитель, он должен знать, на что расходуется его время. Чтобы это сделать, вначале нужно регистрировать все свое время, которое вы тратите. Дальше просмотреть это время и выявить непродуктивные занятия, избавиться от них. Какие-то занятия нужно передать своим починем, от каких-то вообще избавиться. Также нужно консолидировать свое дискретное время. Что такое дискретное время? Это самое полезное время, которое вы можете потратить для решения задач, которые важны для компании. И также автор говорит, что нужно не только написать этот план и оставить его в сторонке, его всегда, каждый раз нужно пересматривать. Следующее. Следующее. Это эффективный руководитель должен всегда думать о том, какой вклад он вносит в развитие компании. Также он должен помнить об ответственности перед компанией. Помимо этого, он должен повышать эффективность своих специалистов. Для этого необходимо, чтобы специалисты работали в узкой области. Не нужно оплодить из людей мастеров на все руки. Также автор всегда говорит, что нужно, чтобы выстроить такой коллектив, который всегда знает, для кого он это делает, и чтобы они понимали, какой общий вклад они делают в развитие компании. Может, следующий. Следующая глава посвящена, как развивать сильные стороны. Друкер говорит, что не нужно обращать внимание на слабые стороны. Всегда нужно делать акцент только на сильные стороны. При подборе сотрудников. Он говорит о том, что также нужно откинуть какие-то слабые стороны этого человека и думать всегда о том, какой вклад он может внести в компанию, даже если у него есть какие-то там слабости. Также по поводу подбора. Очень интересно, что говорилось, что если на какую-то должность у вас пришел человек, он несколько раз, например, уходил с этой должности, нужно задуматься о том, что эту должность вообще нужно как-то поменять или, скорее всего, может быть, она не нужна и как-то ее сделать попроще. Также нужно, когда человека приняли, нужно сделать так, чтобы его должность была масштабной. Не нужно давать молодым специалистам, ну и вообще, в принципе, новым людям какие-то малозначительные задачи, потому что он подумает, ну, я, значит, пришел сюда какие-то простые вещи делать. Так, дальше получается вот, как управлять начальником. Если останется время, я более подробно скажу, интересно. И также автор говорит, что нужно сюда повышать свою эффективность. Нужно делать то, чтобы у вас получается лучше всего. Не нужно обращать внимание на какие-то ограничения. Можно дальше? Следующая глава была посвящена такому моменту, как главный секрет эффективности – это концентрация. Нельзя браться за все дела одновременно. Нужно расставлять грамотно приоритеты и делать эти дела постепенно. Всегда нужно, когда расставляете приоритеты, нужно иметь говорить «нет». Нужно дальше? Следующая – это глава «Элементы принятия решений». Эффективные руководители должны принимать эффективные решения. Как их принимать? Это просто определенная последовательность. И, в принципе, автор в этой главе подробно расписывает, как это определенная последовательность действует. Нужно следующее. И вообще, что такое эффективное решение? Это результат, не результат консенсуса в оценке имеющихся фактов, а это итог конфликтов разных мнений. Что меня поразило, то, что автор говорит, что первое правило принятия решений – это не принимайте решения, пока вы не услышите чужого мнения, которое противоречит вашему. И также он говорит, что нельзя принимать слишком много решений, потому что любое решение повлияет на ход действия. Нужно дальше. Какие яркие цитаты меня зацепили? Это «пока вы не сможете управлять своим временем, вы не сможете управлять ничем другим». И второе – это «у сильных людей всегда имеются довольно заметные слабости, там, где есть горы, есть и долины. Человек не может быть силен во всем». Нужно дальше. На «Азоне», кстати, очень мало отзывов, рейтинг тоже как бы не особый, видимо, из-за того, что книга достаточно старая. И я взяла рейтинг на «Алитрессе», и очень многие люди писали там негативные отзывы из-за того, что они писали «вот, он прочитал книгу, здесь какие-то общие вещи, я все это до этого читал». Но нужно не забывать о том, что первая книга вышла в 1966 году. То есть этот автор написал уже все давно, и люди сейчас просто развивают его идеи. Так, можно дальше? И, в принципе, наверное, еще дальше. Что я могу, хочу сказать, то, что это не учебник, как стать руководителем за 24 часа. Ты читаешь эту книгу, и какие-то себе полезные вещи отбираешь, размышляешь, и, возможно, какие-то, может быть, ищешь книги, которые развивают больше эту тему. Так, и вот как бы я хотела бы рекомендовать каждому, наверное, можно вернуться к где содержание. Какие главы меня именно зацепили? Ну, если ты, например, начинающий руководитель, возможно, тебе как бы лучше все прочитать. Но когда я прочитала, когда я уже руководитель два года, поэтому для меня какие-то вещи были уже понятными. И для меня вот самое интересное, это были третья глава, «Какой вклад я могу внести в успех моей организации», где говорилось о том, что окружающие и твои подчиненные всегда должны думать о том, какой вклад мы вносим. То есть они должны понимать, для кого мы это делаем. И четвертая глава – это «Как развивать сильные стороны». Меня в этой главе удивило то, что мы не должны набирать людей, которые нам нравятся. То есть они, в первую очередь, должны достигать каких-то целей и работать на компанию. То есть вам не должно быть со всеми людьми приятно. То есть коллектив как бы строится не на этом. Вот как бы у меня осталось такое двоятое впечатление, как мы можем работать с людьми, которые, ну, ты как бы к ним не очень относишься, но у него очень сильные качества. Вот для меня пока это заданно. Вот как бы для тех, кто руководитель, я вот рекомендую прочитать именно вот эти вот третью-четвертую главу. Они более интересны. Благодарим, Марина. Так, вопросы. Как же управлять руководителя, Марина? Как управлять руководителя? Ну, если я правильно поняла, получается, если твой руководитель, ну, ты знаешь то, что у него какие-то есть сильные стороны, и он, например, там где-то выступает или еще что-то, тебе нужно обязательно подготовить этого руководителя как можно лучше. То есть ты должен быть заинтересован в том, чтобы развивать своего руководителя. Если твой руководитель будет развиваться, он будет расти, и ты, соответственно, можешь занять его место. Ну, где подвох был, да? Еще вопросы? Вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты поняла формулировку «изменить должность»? Я просто, ну, если меня, я не понимаю, как можно изменить должность. То есть у тебя, условно, есть в компании юрис-консульт, и вот, ну, мы берем человек. Там, скорее всего, наверное, говорится не о том, как, ну, о каком-то юрис-консульт, а, например, один человек занимается разными направлениями, и вы никак не можете найти такого человека, который может и это, и это, и это. И вы как бы должны подумать, а можете набрать человека, который отдельно делает вот это? То есть получается разбить? Да, разбить, потому что, да, часто бывает, что на одного человека сваливают слишком много задач. По стартаперу, да, стартаперы, когда все начинают, все делают и это, и это. Это называется «chief of everything officer». Шеф, который отвечает за все силу. Еще вопросы? Еще один вопрос. А как в книге раскрывается момент, ну, вот, где говорится не обращать внимание на слабые стороны при приеме на работу? Вы знаете, там был пример такой, про Линкольна говорилось, что когда он набирал себе вроде бы военачальников, точно не могу вспомнить, он говорил о том, ему говорят, зачем ты его берешь, он пьет, и он сказал то, что я направлю, я лучше возьму такого человека, который будет выполнять это действие, но я не буду обращать внимание на то, что он пьет, главное, чтобы он приносил результат. Поэтому, неоднозначно, да? А как вы предполагаете, я думаю, что это вперед, я потом не буду спрашивать. Как вы предполагаете, когда можно, вот вы говорите, пока для меня не очень понятно, вот это можно ли человеку, который с отрицательной качествами, тем не менее он может быть полезнее для предприятия. Как вы считаете, в какую сторону двигаться руководителю, который для того, чтобы примириться к этой ситуации, или действительно научиться использовать? Знаете, я вот в жизни не попадала в такую ситуацию, поэтому я даже не знаю, как к этому можно смириться, изначально нанимать человека, у которого, ты знаешь, что есть какие-то слабости, это, наверное, нужно переступить через себя, и все-таки, вот как говорится, что нужно думать о вкладе, который приносишь в компанию, то есть, а не о том, что тебе люди должны нравиться на работе. Вот для меня, как бы, пока это, вот, как бы, по противоречию. Я, как бы, считаю, что все равно коллектив строит все-таки взаимных отношений. 40 часов психотерапии, год избавит любого. Это прям стандарт для тренеров, для... на Западе. Ну, как бы, это стало загадкой, как вот это, вот, можно через себя переступить. Хотел бы вы. Еще потом. Может быть, там имеется в виду нейтральность, нейтральные отношения все-таки? Ну, может быть, нейтральность, но ведь, может... Не конкретно явная антипатия, а просто нейтральность. Ну, может, это вот все-таки зависит от человека. Можно я комментарий просто вставлю? Да. Вы оцениваете негативные качества человека с точки зрения личного отношения. А если расценивать в пользу принесенную компанию этим человеком, то, наверное, его негативные личные качества могут просто это перекрывать. Поэтому можно на это закрыть плоды. Но при приеме на работу, ты же не можешь знать, какие положительные моменты он принесет компанию. Смотря какие компетенции вы ищете. Говорят, в тех двух случаях, кто нехороший человек. Кстати, автор говорит о том, что когда нанимаешь сильных людей, у них всегда сразу видно, какие у них недостатки. Ну, не знаю, я как бы не нанимала людей к каким-то недостаткам. Недостатки всегда потом бы ей дались. Вначале как бы сложно. Не получалось с ними мириться. Субтитры сделал DimaTorzok